Подождать 10 минут Вот там стоит еще несколько тысяч человек И они не могут попасть Потому что долго досмотр Вы же сами-то проходили, сами знаете Пару минут Одно Тогда такой вопрос А вот там за ограждениями Слышно? Вот ближе к автобусу Вот там слышно, да? А с той стороны И там, где очередь, тоже слышно? Ребята, это из Камени Блинова Окей Мы немного еще подождем Чтобы все-таки вот оттуда люди прошли Потому что там совсем ничего не будет слышно И будем начинать Так, ну что у нас пока музыкальная пауза Ребят, это митинг Навального Приехал Навальный в город Омск И, собственно говоря, вот 2-3 минуты осталось до его выхода Ну да, да Да, тут, по-моему, всего есть И пива, и всего остального Народа, честно говоря, тьма какая-то Я снимаю людей, люди снимают меня А вот и, собственно, сам Я к колонкам близко подходить не буду, чтобы связь не оборвалась Исходал что-то, Алексей Вышел, показал всем свой лиг и спрятался Так, ну что, ребят Пока ждем Навального Вот у нас наша толпа Толпа огромная Музыка здесь качает Ребята, всем привет! Так, ну вот, собственно, народу много Тут даже уже меня фотографируют Вот, а так, да Всего 2 вкуда Металлоискатели Металлоискатели людей досматривают капитально Часа за два до всего мероприятия И я видел развод такой полицейский В гражданском Слушай, ну тут не только молодежь Тут разные возраста Молодежи больше, но да Вот Ну а так народу прям пресс Места выбрано не очень Народу все не влезут Большинство И придется вот там, вот за ограждением стоять Но потихонечку начинают, ребята Здесь Волков, собственно говоря, начальник штаба Здесь, собственно, сам Навальный Весь Омский штаб Приехали люди с радио Снимают какой-то фильм Я сейчас нахожусь в пресс-зоне Мне выдали вот такую вот бумажечку И, собственно, отсюда я и начну свою прямую трансляцию С прямой речи Навального После прямой речи Я думаю, все-таки переместиться к людям И уже память, что с людьми Кто сюда и зачем пришел Думаю, сегодня это будет не очень долгое мероприятие Но большая Еще раз, это приезд Навального в город Олск Площадь около СК КМ Неплинова Митинг сторонников И всех остальных борцов с коррупцией В общем, будем посмотреть, будем слушать, будем понимать Нет, взрослые там есть Вот прям за мной стоят люди Вот прям за мной стоят взрослые люди Все нормально здесь со взрослым контингентом Так что, ну, правда, да И со школьниками тоже все нормально Так что, ну, всех хватает У нас это у СК КМ Неплинова Повторяю еще раз Народу тьма Сомневаюсь, что здесь будет Экатрамштайн Но, похоже, скоро все начнется Сейчас я сверху покажу всю толпу Чтобы вы могли понять, сколько народа здесь Собственно, вот наш протестный электорат Как бы так Ладно, скажите что-нибудь Пожалуйста Вопрос Навальному как? Можно до сюда задавать? Ну, вы сейчас в новом эфире Вас скорее смотрит 670 мячей Скажите, с чем вы здесь и зачем вы сюда пришли? Как, вопрос Навальному, как вернуть налоги России 8 тысяч предприятий Группы зарегистрированы на Кипре На Мальдивах, где угодно В Лихтенштейнах 100 тысяч средних предприятий Задача в программу включить Навальному Вот это дело Хорошо Значит, далее Второй вопрос Почему природные ресурсы достались 170 клановым семьям? Значит, нужно распределиться Всем Как даже в других странах Норвегия Я уже не говорю об арабских императорах Обязательно Значит, отбрить Отдать природные ресурсы Долю каждому гражданину России Вот эти насущные вопросы Все понял, спасибо Вопросы ЖКХ И выполняются у каждого президента Постоянное повышение ЖКХ Хорошо А вот у вас значок Это... Что это, расскажите? А? У вас значок на рубашке? Это значок Арт-подготовка Арт-подготовка, да? Все, понял Спасибо Да, видите Не ждем, а готовимся Вернем тебя на сюда Ну вот, собственно Ребят, кто говорил, что здесь одна молодежь Это, ну, не очень, как бы, верно Собственно, да Вопросы, с которыми люди сюда приспеют Это, собственно, налоги Это... Причем налоги не те, которые из города выведены А налоги, которые выводятся офшорами из России на Кипр Очень много предприятий даже в нашем Омске зарегистрировано на Кипре Ну и, собственно говоря, второй вопрос Это по использованию недров Как говорил Светлаков, у нас в стране общие нефтегазы А мечты сбываются только у вас Ребят, поножорщик на нее, наверное, все-таки не будет Что-то у нас Навальный задерживается Вот, я смотрю, люди даже с уточками пришли Давайте позовем Снегурочку, Снегурочку Ага Так, ну вот Принесли табличку Так, стоп Я думаю, все нормально будет Принесли табличку А, да, я тут просто потихонечку еще пытаюсь в одну группу закинуть нашу трансляцию Но не страшно Так Я не знаю, сколько здесь, но здесь летает квадрокоптер Я думаю, они оценят Кстати, да, с телефона вряд ли будет видно Но здесь летают квадрокоптеры И я думаю, в конце будет какой-то подсчет Если приглядеться, то там вдалеке стоит желто-оранжево-черный флаг Нотцев А я здесь видел маленькие группы по 4-5 человек из НОДА Так называемые зомби Федорова Вот, еще Так, выступление вот по идее уже должно было начаться Так, ну что Сбодрим толпу Я тут Надо уже звать Навального Сколько месяцев? На час, да? По идее, нет А, стоим на час Ну вот Сейчас, по идее, уже выходят Так Давайте Снегурочку позовем Что-то как-то, да Немножко с организацией подпросили Потому что, ну, вот-вот уже должны были давно выйти Вот О, кажется Так Музыку погасили, значит Значит, будет какой-то другой звук Мне кажется, мультик, музыка из мультика Омст, привет! Это не Навальный, это человек, который выйдет и вы его представите Скорее всего, это камер-динер И привет всем, кто стоят еще за рамками Мы вас все обязательно ждем Проходите Мы позавчера делали митинг в Заполярье Вчера на Урале А сегодня в Сибири Настоящие рок-звезды Я Понимите руку, кто знает, где находится наш штаб? По какой адресу находится наш штаб? Кто там был уже? Ваша Россия Ваша Россия А как зовут нашего координатора, вы знаете? Аноша Правильно Я зову эту сцену Ольгу Картавцеву Главу предвыборного штаба Алексея Навального Вот, собственно, это Оля Она приехала уже после организации второго митинга Она уже, ну, под конец О, после какого-то много И, то есть, ну, такой Я надеюсь, что Это человек условный Все, кто не успел пройти через рамки Не очень обижаются И всем хорошо все видно Вот Я хочу вас поприветствовать Еще раз Меня зовут Ольга Картавцева Я координатор штаба Алексея Навального в Омске Со многими я уже знакома Вы приходили в штаб Агитировали на кубах Проходили тренинг наблюдателей Помогали нам в организации вот этого чудесного митинга Вы огромные молодцы И мы сделали очень много за эти три месяца Провели 40 кубов Сагитировали тысячи мячей Подготовили наблюдателей на выборы в горсовет И отлично на них поработали Те, кто были наблюдателями Огромное спасибо отдельно Слушайте, человек тут много Время шли все очень быстро И я только сейчас осознала, как много у вас было Всех тех, кто пришел за это время в штаб Многие уже прошли верификацию Остальным она еще предстоит Кстати, к тем, кто пришло письмо с рассылкой По записи на верификацию Пожалуйста, заберите Потому что это гораздо уменьшит То количество времени, которое занимает верификация Сделайте это К нам в штаб приходили совершенно разные люди За это время Разного возраста Мы посмотрели Самый младший Наш волонтер, ему 14 лет Самый взрослый, ему 72 Это люди разных профессий Разного социального статуса Некоторые были совершенно неожиданными гостями И при первом виде Я даже немножечко оторопела Подумала, что это провокаторы Оказалось, что это наши горячие сторонники Которые агитируют Ребята с нефтезавода, вам привет Всем тем людям, которые приходили к нам Всех, с кем я лично успела пообщаться Их объединяло одно Это желание перемен Любовь к своей стране Любовь к нашему городу И еще отсутствие страха Об этом я хотела бы сказать чуть-чуть побольше Я бы хотела рассказать о страхе И начну я со своего страха Я осознала, что у меня появился Какое-то, знаете, тревожное чувство Когда я шла на митинг 26 марта Алексей наблюдает Было непонятно, будет ли задержание в Омске Уже я смотрела прямую трансляцию в Владивостоке В других городах Задерживали вентили И было неясно, что у нас будет К счастью, у нас все закончилось благополучно Никого не задержали, в том числе меня Но это чувство, что ты боишься Мирно выйти на площадь собственного города Оно очень неприятное Поэтому после этого я решила Откроить резюме на должность координатора Омского штаба Алексея Навального И с того момента страх прошел Ну, началось очень-очень много работы Практически без выходных По 14-часовый день Но, тем не менее Что я хочу сказать вам Это была моя история Но я вижу среди своих знакомых Довольно большое количество людей Которые боятся даже зарегистрироваться на сайте Ребят, скажите, как со звуком Я встречала на улице волонтеров Перед нем города, которые Зарегистрированы у нас как волонтеры Но они не приходят на кубы, потому что они боятся Вон он, Навальный Многие боятся даже в штаб прийти Вы знаете Даже такое Не знаю, что у нас там какая-то прослушка Или нас кто-то караулит Или кто-то кого-то снимает В общем, это на самом деле все неправда Мы живем Довольно спокойно И к тем, кто боится до сих пор Несмотря на то, что мы уже так долго работаем Я предлагаю посмотреть вокруг Посмотрите вокруг Вот, вот Если вы не видите, сколько за вами людей Пожалуйста, обернитесь Посмотрите по сторонам Те, у кого есть таблички и флажки Помашите, пожалуйста Чтобы показать, как вас много И это только те люди Которые пришли сегодня А сколько нас в городе? А сколько нас в стране? Вы задумывались об этом? Алексей, Навальный Я думаю, это миллионы людей Оппозиционер Заявляет себя как Так давайте все вместе Приложим все силы Добьемся того Чтобы в 18-м году Мы могли выбирать своего кандидата Алексея Навального Алексея Навального Это не Спасибо, Ольга Друзья, у меня сейчас за спиной стоят волонтеры нашего штаба Которые все это лето Вежу напряжении 9 месяцев Постоянно пахивают В процессе свободное время На нашу кампанию Давайте похлопаем И скажем спасибо Ну а сейчас Я приглашаю на сцену Кандидатов в президенты России Алексея Навального Привет, Омск Опять никто не пришел Ну а что вы смеетесь Я скоро начну коллекционировать Новостные заметки С моих митингов Где вроде приходишь и видишь Что, ну, если не самый большой Один из крупнейших политических митингов В этом городе за годы А статьи выходит Очередной малочисленный митинг Превратился в унижение Навального С презрением смотрели на этого жалкого оппозиционера Поэтому первая просьба к вам, ребята Когда вы будете читать это вранье В местных газетах В федеральных, в социальных сетях Отплатных блогеров Пожалуйста Прямым текстом скажите им Все, что вы об этом думаете Скажете? Да! Спасибо! Прежде чем Я какую-то свою здесь президентскую речь скажу Расскажу вам о том Зачем я вообще баллотируюсь У меня есть две личных истории про Омск Личная история Я здесь первый раз Но у меня есть две личные истории История номер один Как у вас есть такая пословица Не пытайся почемск У меня есть такое Не пытайся попасть в Омск Потому что Как только я сюда к вам собираюсь Меня то зеленкой плеснут То на 25 суток посадят То еще что-то И вчера в Екатеринбурге У нас был митинг И за три часа до митинга Пришла местная администрация Сказала Мы вам все запрещаем Ну и было понятно Что сейчас он будет несанкционированный Были переговоры Я был на этих переговорах И соответственно там С гордым лицом им сказал Значит будете санкционировано Жестко повернулся А в голове мысль одна Сейчас меня посадят на 15 суток Я сделал все правильно Но блин Я снова не попаду в Омск Поэтому я до вас доехал Для меня лично это прекрасно Спасибо огромное Ужасно рад вас видеть История номер два 12-го и кто ходил на митинг 26-го? Кто ходил на митинг 12-го? Кто пойдет на следующий митинг? Красавчики Я попал в хорошую компанию 12-го числа Как вы наверное знаете Я даже и не попал на митинг в Москве Потому что меня в подъезде Собто дома задержали Но когда меня везли в полицию Прежде чем меня забрали телефон Я открыл твиттер И увидел митинг в Омске Это было круто дорогие мои Очень круто И очень важно для всей остальной Европейской России Было видеть то Какой огромный здесь митинг вы собрали Поэтому спасибо огромное За эту поддержку Которую оказали всей стране И мне лично Я чувствовал тогда Что я все делаю не зря Раз такой митинг происходит Скажите мне пожалуйста А откуда вообще взялась эта пословица Не пытайся покинуть Омск? А почему вы его пытаетесь покинуть? Ну не-не-не Какие? Слушайте Я сейчас прошел 3 километра пешком от гостиницы Проехал на машине Классный город Большой современный город Дороги А вроде бы все хорошо Почему пытаетесь покинуться? Плохие дороги Плохие условия Предприятия уничтожены Образования нет Зарплаты маленькие А чего? Плохие Все распрода Метро Метро Ааа Классно Я ценю Я видел Видел вашу знаменитую карту метро Из одной станции И время прибытия поезда Я видел Там ожидания Сколько там Тысячек дней А Я видел ваши классные новости О том что Ямы в Омске заделут картошкой Я ценю вашу самоиронию И я видел Мне было интересно Когда я готовился Я почитал Все люди шутят Да классно Но ведь Это правильное решение Потому что дороги в Омске Они отлично подходят Для высаживания картошки Вот ребята Что бы вы все понимали Я иду на выборы Для того чтобы Вернуть безумное К нормальному Это город Миллионник Заходишь в Википедию И читаешь про Омск Что это центр Промышленности Авиакосмической отрасли И нефтехимической промышленности И как бы естественное Твое понимание Ну ничего себе Это такое Хьюстон Никто не пытается Покинуть Хьюстон Наоборот Это классный город Высокие заплаты Одни из самых высоких США И это не нормально Это бред Это чушь Что в таком городе Куча людей смеется На пословице Не пытайся покинуть Омск Это конечно самоирония Но по сути Это чудовищно И вот эта власть Которая говорит Что я Пробегаю к экстремистским Высказываниям Что я Раскачиваю лодку Что я там еще Что-то делаю Вот я Хочу им сказать всем Это вы Раскачиваете лодку Потому что Нормальное состояние Омска Должно быть другое А сейчас все перевернуто С головы нахи Вот если это сцена шкала То в нормальном государстве И в нормальном обществе Вот здесь находится Центр аэрокосмической промышленности А вот здесь находится Заделка картошкой дороги Не может быть такого Это же бред Правильно, ребята Мы живем 18 лет 20 лет Мы привыкли уже к этому Но как-то вроде уже и нормально Ну что, заделали картошкой Там ха-ха Посмеялись Это наши омские биотехнологии Но это ведь Бред Какая средняя зарплата в Омске? 25 25 Вы плохо знаете про свой город? Нет Все ошибаются Все ошибаются Я заходил на сайт администрации В нашей области И очень четко Написано Что средняя зарплата В городе Омске 32 тысячи рублей Враньем 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 Слушайте Вы знаете Вы меня совсем не удивили Потому что в каждом городе Я это спрашиваю И везде кричат Враньем Враньем Являться Указание зарплаты 32 тысячи Это 500 долларов США И даже это Враньем Ну так разве нормально Что такое уровень зарплат В развитом городе? Нет Нормально Что такое уровень зарплат Где умеют делать протон? Нет Где агекосмическая отрасль? Мы сделали это все Мы строили свою Не знаю Цивилизацию Российскую Русскую Мы строили свое государство Правильно? Как бы для себя Строили Строили Люди работали Вкалывали Поднимали Эти заводы Погибали на войнах Для того чтобы сделать жизнь лучше И где мы оказались В 21 веке? С зарплатой в 500 долларов В Эстонии Где ничего нет Средняя заработная плата 1000 евро Мы смеялись совсем недавно Над Китаем Ха-ха-ха В Китае не платят пенсии Или в Китае Минимальная зарплата Там недавно Голодало 200 миллионов человек Сейчас там средняя зарплата Больше чем в России Нам всегда казалось Что из всех бывших республик Россия самая продвинутая Но ваш сосед Кастан Сейчас там Выше средняя зарплата Чем в России Это разве нормально? Нет Вот моя кампания Про очень простые Элементарные вещи Ровно о том Что это ненормально И ровно о том Что мы Граждане нашей страны Отказываемся жить Не имея перспектив Вот скажите мне вы Я вижу здесь много молодых людей Вы задумываетесь о том Как там жить дальше Предположим вы закончили Лучший вуз Омской области Города Омска Ну как зарплату можно претендовать? Ну не Ну 15 вы преувеличиваете Давайте я вам Классно закончил Востребованная профессия Хорошо работаю Хочу честно работать Заведу семью У меня будет ребенок Так чтобы работать Ну снять квартиру Купить квартиру Сколько зарплаты? 40 тысяч Не возьмут Не возьмут Россия Ё-моё Извините меня Ядерная держава Кормит полмира Грозит там всем И у нас Я же не в деревне Я выступаю В одном из крупнейших городов России В одном из развитых городов России И люди говорят мне Что перспектива Получать зарплату Меньше Чем средняя зарплата В странах Которые гораздо Беднее чем мы Поэтому я утверждаю Что кстати ребят Как связь? Как звук? Что прямо сейчас С нынешним уровнем Цен на нефть На нынешнем уровне Россия Россия может жить В два Или три раза богаче Хорошо Просто Не надо Красть Спасибо ребят Просто Надо Победить Коррупцию Нам рассказывают Сказки Должны быть Какие-то Суперсложные решения Это так сложно Боже мой Никогда не поднять Она там Дремучая Лежит И должны пройти Поколения Прежде чем Что-то изменится Какие поколения Кто здесь смотрел Фильм Он в Амске Димун Ну с ютюбом Хорошо хотя бы В Амске Все Лучше чем С дорогами Кто Кто считает Что по этому фильму Нужно провести Расследование Кто считает Что этих фактов Достаточно Для того Чтобы отправить Людей на скобью Подсудимых Ну это происходит Или нет То что тормозили А должно произойти Ну вот Значит я иду На выборы С простой вещью О том что Есть Огромная часть Населения Которая требует Этих расследований Которая хочет Борьбой Коррупции Я эту часть Населения Представляю Вот в этой части По коррупции Я ваши интересы Представляю Поэтому я иду На выборы Они делают вид Что ничего Это вообще не происходит Что все довольны Что все поддерживают Путина Что не обращают Внимание Что все В принципе Смирились с коррупцией Ну Может быть Я один такой Я не смирился Вы смирились? Нет А смиритесь когда-нибудь? Нет И я точно знаю Что это не у них А у нас 86% По этой теме Верно? У нас 86% У любого спроси Молодого или старого Гражданского Или полицейского Все будут за нас По этой теме Я смогу победить Победить коррупцию Все нормально Но много Не надо Сказывать нам сказки Что сложно Победить коррупцию Полностью Искоренить ее Да Сложно Но есть Элементарные вещи Если чиновник Может ответить Откуда у него Этот дом Или дача За 20 миллионов рублей При доходе в миллион рублей Мы делаем с ним что? Мы возбуждаем Уголовное дело Это работа Во всех странах Это сработает у нас Я приму этот закон Обещаю вам В первый день Своего президентства Вам нужно это? Да Значит я представляю Ваши места И имею право Идти на эти выборы Верно? Да В госзакупках Каждый год Воруют По официальным данным 7 триллионов рублей Госзакупки Закупки госкомпаний 7 триллионов Новую страну Можно построить Ежегодно Но нужно сделать Элементарные вещи Запретить Эти офшорные контракты Запретить Прятать Эти контракты Которые на самом деле Дети и жены чиновников Я сделаю это За один день И может быть Не все 7 триллионов Мы сэкономим Но точно Высвободится Достаточное количество денег Для того Чтобы починить дороги В Омске И не доделать их Больше картошкой Для меня Я отличаюсь От других Кандидатов президента Тем Вот мне часто Вменяют вину Кремлевские Всякие жулики Но зачем ты так много Имен поминаешь Ты переходишь На личности И ты тем самым Значит делаешь себя Таким Радикальным политиком Неприятным политиком Но Я вам скажу честно Что для меня Борьба с коррупцией Это не просто Какие-то системные меры Это борьба С коррупционерами И я обещаю вам Стоя здесь На сцене в Омске Что я их всех Посажу Я отправлю их всех На скамью Под судих Потому что Это не может быть Только системные меры Да Системные меры Они важны Но когда Я извиняюсь Сердюков Про которого По телевизору Говорили Несколько Месяцев Говорили Какой он ужасный Коррупционер И где он сейчас В советах Дерекоров в госкомпании По прежнему Едет с мигалкой Как мы можем Убить гаишника Не брать денег Или врача Не просить Вознаграждения Если они видят Вот этих Сердюковых Этих Димонов Этих Ротенбергов Никакой борьбы С коррупцией Не будет До тех пор Пока крупнейшие Коррупционеры Не окажутся На скамье подсудимых И я сделаю это Я вам обещаю Ребята Скажите мне Пожалуйста Какой бюджет Города 15 15 15 14 миллиардов рублей Довожу до вашего сведения Что равнозначно Стоимости парка Зарядье В городе Москве Я за парк Зарядье Я за Укушление Я за всякие Хипстерские штучки Но я Иду на выборы С четкой программой О том что Ну не может быть Таких диспропорций Мы же одна Наверное Невозможно Строить просто Парк Или украшение В Москве Ценой бюджета Гигантского города Подумайте сами Здесь содержатся все Учителя Там муниципальные врачи Все 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 Всем зарплаты Платят год И эту же сумму Тратят на Это нормальная Федеральная система Или нет Нет Это Извращенная Идиотская И самое главное Неработающая схема Когда у всех регионов России Забирают деньги Утаскивают в Москву Потому что их там Легче воровать Да Можно в Москве Это крупнейший город Построить парк Но наверное Если у нас Такое ЖКХ В стране Если вот На этот дом Нельзя Взглянуть Без слез В центре города Наверное же Можно построить Парк в Москве За 4 миллиарда А не за 14 Верно? Да Мне показывают Туда Посмотри туда Да куда угодно Посмотри Ну прямо скажем Посмотришь И не похоже Это страна Которую мы любим Но не похоже На страну Которая Ну Можно с парки По 14 миллиардов Верно? Поэтому в моей программе Четкая вещь Что значительное количество Денег Налогов И полномочий Должно оставаться здесь В Омске В частности Поддерживаете вы Такую вещь Или нет? Потому что Могут развиваться Города Это адский эксперимент Который построили Путин и Кудрин В 18 лет Они это делали Они У них была Такая вот идея Что в регионах Все такие Глупые и вороватые А мы в Москве Очень крутые и умные Поэтому давайте Все деньги заберем А потом Будем им понемножку Распределять Это не работает Мы затормозили Развитие всей страны Чудовищно Ничего не происходит Ну Вы же видели Знаменитые фотографии Границы С одной стороны Китай С другой Хабаровский край Да? Вы видели Знаменитые эти вещи Там же еще Недавно Не было ничего Сейчас стоят Гигантские города Что они умеют делать Чего умеем делать мы Просто есть Сменяемость власти Есть нормальное Развитие регионов Я верну Россию В нормальное состояние Где Ну местный губернатор Местный мэр Он заинтересован В развитии Промышленности Заинтересован В бизнесе Потому что Денежек будет больше В местном бюджете А если деньги Все заберут в Москву Какой смысл Этим всем заниматься Верно? Не имеет смысла Так и никто И не занимается Ничем Вот и все Губернатор не хотел Сдавиться Ладно вам Губернатор уже не хотят Сдавиться Все еще хотят Сдавиться Губернаторам Потому что денег На этом по-прежнему Можно заработать Очень много Копов здесь дофига Часа за два Сейчас я перейду К ответам новороссов Я обещал И сделаю это обязательно Ребята Кто в гражданском Кто по форме Кто с гвардой Я хочу сказать о том Что Элементарные вещи Которые можно Принять завтра А не улучшить Нашу жизнь моментально Вы знаете Сколько в России Проводится проверок Малого бизнеса Каждый год Вообще любого бизнеса Два миллиона в год Что они проверяют Вообще В стране Ни черта не работают Они проверяют И проверяют Что проверяют Я отменю Эти проверки На следующий день Я отменю их Нет проблем их Отменить вообще Я сокращу их Количество в 500 раз Я Мало того вам скажу Отменю Налоги на мал бизнес Вообще Вообще Отменю Особенно в этой части Страны Ё-моё Все налоги Которые собираются С малого бизнеса По всей стране Это 0,5% ВВП Это смешная сумма Все равно Администрирование Этих налогов Стоит дороже Так дайте людям жить Чтобы развивалась страна Развивалась экономика Дайте Людям Жить Прекратите их проверять Постоянно Зачем вы заставляете Этого малого предпринимателя Сдавать Четыре раза в год Какие-то коды Присваивается ему что-то Задача власти Если кто-то хочет Стать предпринимателем Расцеловать его Сказать Молодец Мы тебя больше не трогаем Никогда Главное Плати какие-то налоги Минимальный Просто взнос От всего Мы освобождаем тебя Плати зарплату Своим людям Которые ты нанимаешь И все Обогащайся Мы в этом заинтересованы Наша же власть Просто давит всех Просто давит Давит и давит Я предсполагаю Что много людей В стране Не готовы Мириться с этим давлением Верно? Я иду на выборы Потому что я представляю Этих людей Я не вижу Других кандидатов Которые их представляют Скажите мне пожалуйста У нас считается Что пенсия Примерно соответствует Прожиточному минимуму Это верно? Нет Пенсионеров здесь много Это верно? Нет Это же Оскорбительное чудо И вы знаете Что правительство Российской Федерации Буквально позавчера Решила Для того чтобы Ну как бы бороться С этой проблемой Цены растут Получается что пенсия Ниже Прожиточного минимума Придется пенсионеров Признать официально нищими Телефон один Значит нужно сделать Что? Не могу туда Или нет Вот я пенсионерно Вот я пенсионерно От реального мира И реального народа Я не собираюсь Заявлять Лицемерно Что можно прожить На эту пенсию Это невозможно Сделать НЕ ВОЗМОЖНО И я Без обещаний Золотых гор Говорю Что если мы посмотрим На Роснефть Газпром И другие компании Такого рода Их дивиденды Которые они Не доплачивают Их прибыль Которые не доплачивают Достаточно Для того Чтобы поднять Пенсию в России В два раза Достаточно Достаточно Эти деньги Есть прямо сейчас Это не популизм Это никакая не чушь Просто Это обходится Дороже бюджету Потому что Как мы держим Пенсионера На нищем пайке Он болеет чаще Он страдает больше Он бесконечно Ходит в поликлинику В конечном итоге Это не выгодно Для государства Слушайте Мы построили Такую страну В которой Среди продолжительности Жизни мужчины Сколько? 68 65 На самом деле Меньше У нас мужчина Который Типа за 50 Кто-то умирает В 55 Это разве редкость? Все говорят Ну Дожил до 55 И умер Ну что ж Пожил Ну как Достаточно уже Пожил Был мужчина В 55 А умер Пенсия 65 Пенсия Совершенно верно Умирают До пенсии Ну разве Это нормальная страна? Это как раз Ненормальное Это аномальное Состояние А я приведу страну Нормальное состояние Где можно В 21 веке Прийти в поликлинику И сделать себе УЗИ Бесплатно Без очереди Ребят Здесь в Омске Как вязь Как вязь Как вязь Как вязь Как вязь Вы обращаетесь Ну в основном Молодые люди К счастью Еще не ходите Не делаете УЗИ Но те кто ходят Легко его получить? А МРТ? Ага спасибо А какой-то платный А бесплатный Можно сделать МРТ? Так а на черта Тогда вообще Мы строили страну Куда уходят эти налоги? Что вообще С этим совсем происходит? Если мы не можем Элементарных вещей Дать нашим людям И есть на это На все деньги Просто не надо Аппараты МРТ Покупать по цене В 4 раза дороже Просто не надо Аппараты УЗИ По цене В 4 раза дороже Покупать Мы же видим это все Мы контролируем Госзакупки Мы понимаем Что колоссальные деньги Идут в частности В здравоохранении Их просто растаскивают У нас выявляемость Рака В 4 стадии Люди мрут Они умирают От таких болезней От которых уже В разных странах Умирают довольно редко В прошлом месяце Мы узнали Вот бедующую вещь Ее как бы стыдно Говорить со сцены Выступая в городе Миллионники В России По количеству ВИЧ-инфицированных По количеству Больных Видом обогнала Большинство Африканских стран Эта власть Довела нас До какого-то Первобытного Общинного строя 18 лет Путин сидит У власти Дольше уже Чем Брежнев И что они делали Пожалуйста Расскажите вы мне Живете в промышленном регионе Какие у вас Новые предприятия Построили За последние 18 лет Скамейки Не годится Что еще Я вчера в Екатеринбурге Спросил Мне сказали Красные и белые Открыли Вот понимаете Но вот только для этого И нужно идти Ведь мы можем сравнить Отрубили звук Я от ярости Выключил микрофон Легко сравнить Слушайте Был Брежнев у власти И были брежневские Нефтедоллары Очень много денег Поступало в страну На них построено В общем-то Вот это все В основном Все в стране В СССР Построено было На брежневские Нефтедоллары Плюс мы кормили Все страны Плюс мы всем Помогали И что-то построили А где путинские Нефтедоллары? В Америке где? Я иду на выборы Чтобы в том числе Через вас Спросить у Путина Парень Где наши Нефтедоллары? Поддерживайте Этот вопрос Да! Они куда-то Пропали Мы их замечаем Только когда видим Рейтинг миллиардеров В России Единственная вещь В каком России Увеличивается Мы по преступности Падаем По образованию Падаем По здравлению Падаем И только в рейтинге Миллионер Миллиардеров Мы классно выглядим Нам следуют все страны Но ведь Оно так работает Где-то Прибыло Потому что Где-то Убыло Поэтому здесь Невозможно Зайти без ужаса В туалет Обычной поликлиники Поэтому здесь Тысячи школ Тысячи школ До сих пор Имеют Эти вот Санузлы Бытовые услуги На улице Школы Понимаете Дети в нашей развитой стране Зимой должны бегать В туалет На улицу У нас рейтинг миллиардеров Это справедливо Или нет Поэтому Что бы мне ни говорили Как бы они там Не называли меня популистом Я же вижу Эта элементарная Разумная вещь Что не может 85% Национального богатства Продержать 0,1% Населения Поэтому Да Я требую Справедливости И это не популистский лозунг Это нормальный Здравий Экономический Подход Мы хотим Чтобы богатство В стране Распределялось Более равномерно Правильно Мы хотим Чтобы нефть Немножко работало На нас У вас же здесь есть Дочернее предприятие Газпрома Есть Только скажите мне Пожалуйста Ну у вас вообще Там Переработка Нефтяная И так далее Вот вы лично Когда Вы слушаете Новости И там говорят В новостях Цена на нефть Немножко выросла Вы чувствуете Класс Я буду немножко Богаче Вот это Ненормальная система Я хочу Сделать так Я сделаю так Чтобы когда нефть Немножко Больше Понимали Ну значит Мы станем Немножко богаче Потому что Это общие деньги Они должны Распределяться Более равномерно Более менее Потому что Это какая-то такая вещь Что нам повезло У нас в земле Много нефти Но это же нам повезло А почему Ну как Все досталось Только Абрамовичу Почему все досталось Только Олег Первого Почему только туда Все ушло Почему мы должны Сидя В Омске Или в Москве Наблюдать за Бракоразводными Процессами Олега Рыболовлева Который со своей женой В Монако Делит 6 миллиардов долларов И они их там делят А мы такие смотрим И думаем Что? Почему? Как это происходит? Они забрали Ни здесь ничего Взяли советский завод Вынули из него 6 миллиардов Увели в Монако Купили футбольные клубы А мы здесь значит Просто сидим Посмотрели Посмотрели Ну ладно Берем картошку Идем заделывать дороги Так не должно быть Так не будет Но для этого Нам нужно Сменить власть Потому что Именно монополия Власти Именно вот эти ребята Которые засели Там и сидят 18 лет Хотят сидеть Еще 12 6 плюс 6 Вот те люди Здесь Которые Ну поднимите руки Те кому Меньше 35 Вас много Подумайте о том Что Вы вроде Там 35 лет Не такие Молодые уже Да Но все равно Вся ваша Сознательная Жизнь Прошла При ком? При Путине Вся жизнь Прошла При Путине И мы знаем Точно совершенно Что не существует Развитых стран В которых это происходит Не существует Любой правитель Через какое-то время Портится Один Известный человек Сказал фразу Что после 7 лет Власти Любой человек Сойдет с ума Кто сказал эту фразу? Ее сказал Путин И вы легко Ее услышите на ютюбе Но тогда В соответствии С моим Путина У власти в России Сейчас кто? Сумасшедший Сверхнувшийся На деньгах На дачах Который сделал Миллиардерами Всех своих друзей Мы не претендуем На то Что я не говорю О том Что Путин Не поддерживает Вообще никто Конечно Какие-то люди Его поддерживают Но я сильно Сомневаюсь Что вся наша страна Хочет жить И уметь при Путине Верно? Но вы хотите Увидеть какие-то Изменения? Вы хотите Сменяемости Власти Хоть какой-то? Но нельзя же Терпеть Эту поле Перспектив Нет Вопрос Который я в самом начале Задал О том Что Если перспективы Здесь получать Большую зарплату Их нет И при этой власти Их не будет Никогда Я иду на выборы Чтобы эти перспективы Появились Я знаю точно Что я быстро Смогу победить Коррупцию Я знаю точно Что я смогу Освободить бизнес И малой и большой Я знаю точно Что я смогу Решить проблему Миграции В том числе В основном Довольно быстро Они нам рассказывают Что невозможно Вести визовый режим Возможно вести Визовый режим Поддерживаете вы Или нет? И вся страна Поддерживает Но они начинают Про него говорить Только когда Очередной теракт Это очевидные вещи Я построю Такую власть Которую Будет бояться народа Я стану президентом Один из первых Моих указов Будет сокращение Естественно Этих сроков И введение Таких процедур По которым Меня можно Будет расследовать Если у вас Будет подозрение Что я что-то мухлюю И кто-то из вас Выпустит фильм Он вам Независимая прокуратура Вы Против меня Дело Я буду Давать Показания Перед Парламентом И это будут Транслировать Как это происходит В США Мы видим Пожалуйста Сидят министры Генпрокуроры Глава ФБР И как миленький Зайчик Перед народом В прямой Трансляции Отчитывается Вам хочется Чтобы чиновник Перед вами Отчитывался Никогда же Не отчитывался Я И сделаю Будут Отчитываться Мы можем Все изменить Важнейшая вещь Ребята Я хочу вам сказать Перед тем Как перейду к ответам На вопросы Понять Как нас Много И как на самом деле Мы можем Все изменить Не то чтобы легко Но насколько возможно Скажите мне Сами в Омске Был Ну митинг В поддержку Путина Или губернатора Такого мера Сколько Придет на митинг В поддержку Единой России Если заплатят Это хорошая фраза Если затят Если сгоят Бесплатно Без отгула Сколько придет На митинг В поддержку Родителей Ноль В поддержку Губернатора Сколько придет А в поддержку Мэра Наверное Уже не скажешь У вас и мэра Избранного Отменили Правильно И мэра уже нет Так и в поддержку Путина Почему они Сгоняют Людей Потому что Придет ноль А вы сюда пришли Поднимите руки Те кому заплатили За участие В этом митинге Напределный для меня Момент Подождите Подумайте Вот и все Все перемены Делает политически Активная часть На сенте Не 100% людей А политически Активная часть Вот здесь Достаточно людей Чтобы за месяц За неделю Переагитировать Всю Омскую область Весь город Омск Просто нужно Работать немножко 15 минут в день Сагитировать соседа Поговорить там С кем-то Он просто конечно скажет Что Навальный Украл весь лес Что еще скажет Что я американский агент Кто-то еще скажет Что я проект Путина И так далее Но Ваши работы Ваши головами Все равно не пропадут Потому что Вы зароните Сомнения В этом человеке Вы поговорите с ним Вы его сагитируете Вы его перегитируете У меня есть интернет У меня есть ютуб Но никакие ролики Не сравнятся С живым человеком Которые говорят С другим живым человеком И убеждают его в том Что нужно занять Такую позицию Что не зарегистрируют Меня Нас на выборах Значит это никакие Не выборы Я в этом плане На вашу поддержку Рассчитываю У меня нет ничего Кроме возможности Вот так ездить С одного города В другой Стоять перед вами И говорить Ребята С этим я иду на выборы И я рассчитываю На вашу поддержку Могу я рассчитывать На вашу поддержку Это испекаем Спасибо Так мы победим Готовы отвечать На ваши вопросы Спасибо Вопросы Критические Некритические Микрофон передаю Чтобы вы не думали Что заготовленные вопросы Да пожалуйста Вот вы только что говорили Чтобы зернение Проронить В родителях У меня например Отец Раз Ни в какую Не спрашивается Я ему альтернативную Предлагаю услышать Просто чтобы Свою изменить Но он Что он говорит Что он говорит Что ему я не нравлюсь Или Путин нравится Конченый агент США Вы Вот так он Конченый агент США Значит вы ему говорите Дорогой папа Ты считаешь Что Навальный Конченый агент США Это довольно легко проверить Потому что К счастью для нас К несчастью для Навального За ним постоянно Ходят люди с камерами Меня снимают везде Мою жизнь Просветили рентгеном Кто мои дети Кто моя жена Кто видел фотографии Моей жены Сейчас пробую Задать Кто видел фотографии Мех детей Кто видел фотографии Мех детей Убедите его Просто не ходить на выбор Дальше вопрос Добрый вечер Здрасте Спасибо что Приехал Вопрос следующий Подскажите пожалуйста Каким образом Ваша судимость Может повлиять Минусы на выдвижение Ваша кандидатура И как мы можем На это повлиять Спасибо Каким образом Моя судимость Может повлиять На мою кандидатуру И тут когда речь идет О судимости Я уже спрашиваю А какую судимость Вы имеете ввиду У меня много судимости Я особо опасный рецидивист Когда-то я был Обычно Это людей Которые точно есть И которые считают Что должен быть Кандидат Который выражает Их требования Наверное Я могу быть Таким кандидатом Для вас Правильно Вторая вещь Это к институту Российской Федерации В которой написано Что Имеет право Участвовать в выбор Любой человек Который не находится В местах лишения свободы Я окажусь в Омске Прекрасная погода Но вовсе не в местах Лишения свободы К счастью Это в любой момент Для меня может изменить Но пока Я имею полное Юридическое право Участвовать в выборах И не нужно Верить Вот этой требовании Ну слушайте Конечно Они не хотят меня пускать Ну конечно Думаете Путину Приятно будет Когда я буду На дебаты Думаете Ему приятно будет Когда я буду Напоминать О демонии Или о его собственных Друзьях Конечно нет Главное Что вы можете Сделать для меня В этом плане Просто Требовать Моего участия В выборах Просто Говорить самим себе С соседям вокруг Писать в социальных сетях Высказываться в спорах Из Омска пришли 60% Омска Говорит Что мы поддерживаем Нального Не поддерживаем Но без его участия В выборах Это не выборы Мы презираем Такую процедуру И на них не пойдем Если они это почувствуют Они как миленькие Меня зарегистрируют И наша задача Сделать так Чтобы они почувствовали это Чтобы они почувствовали Что Ну вот здесь Не андроиды стоят Не привидения А огромная часть России Которая требует Участия в выборах Независимого кандидата Вот это мы должны сделать Вопрос Алло Да Аликс Здесь Лево Лево Аликс Право от вас Сон свет светит Я не очень Да-да-да Здравствуйте Очень рады вас в Омске Видеть Вот у меня такой вопрос Люди Люди очень запуганы Особенно перед выборами Все время пугают Что значит Если сейчас сменится власть Будет война Говорят Не дадут Не дадут Коротко В деревне Вот у нас например Старая учительница Интеллигентка Она всем говорит Если Путина не будете голосовать То будет война Что делать в таком случае Отличный вопрос Спасибо большое Это же то О чем делается Их пропаганда Они это постоянно говорят Это их знаменитая формула Есть Путин Есть Россия Нет Путина Нет России И это же бесконечная вранья Штука в том Что люди Ведутся на это Даже не сейчас при Путине А десятилетиями То же самое же говорили Посмотрите Когда мы читаем книжки Тех времен Когда умер Сталин Все же думали Сейчас Сталин умрет И все Наша жизнь закончилась Вместе с ним Будет война А на следующий день Все проснулись И ничего не изменилось Говорили что Брехов Он так долго Моя мама плакала Когда умер Брежнев Потому что казалось Что всю жизнь закончена Ничего себе Умер Брежнев Все Наверное нам тоже пора Как-то это Ворачиваться в белую простыню Идти на кладбище А помните Они говорили то же самое Про Ельцина Что если мы не пересберем Ельцина То значит все Гражданская война Голд и так далее Сейчас про Путин То же самое говорят Вот нужно напоминать людям О том что это Во первых Вранье Это вранье Постоянное И уж самое большое Вранье Это вот эти все сказки Они хотят Майдана Мы говорим Ребят вы воруете Они нам в ответ Майдан Мы говорим Какой Майдан Подождите Ну вы прекратите воровать Давайте починим дороги Что починить дороги Это первый шаг к Майдану И этот идиотский Залог у нас идет постоянно Не нужно быть частью его Нужно говорить О ответных вещах Которые опять же Лежат на поверхности Как я уже сказал Да уровень жизни При Путине вырос Но везде он вырос Еще больше Во всех республиках Бывшего СССР Больше вырос Этот уровень жизни Во всем мире Он еще больше вырос Это естественный процесс Как знаете Они нам сейчас Начинают Начнут говорить А вы знаете При Путине Компьютеры стали В 10 раз быстрее А при Путине Машины Посмотрите Какие классные Начали выпускать Поэтому Просто нужно Серпеливо Убеждать этих людей Показывать элементарные вещи Говорить о том Что ну слушайте Ну вот В Эстонии есть нефть? Нету Есть газ? Нету А у нас вот вроде Есть и нефть и газ А зарплата средняя В 3 раза ниже А от всех этих газовиков Нам что только достается Вот же здесь был недавно скандал Когда вот этим меркаптаном Пахло по всему городу Вот все что нам осталось От нефти и газа И любому человеку Он не обязательно должен Любить меня Не пытайтесь убедить человека В том что я такой Какой-то классный Я обычный человек Который говорит Об обычных вещах Просто нужно еще раз сказать Что они за 18 лет Продемонстрировали Что обанкротились Никакой войны не будет Ну хорошо Власть сменилась И что дальше Оттуда выбегают Какие-то люди с автоматами И стреляют в нас Или мы в них Да ничего не изменится Кроме того Что жизнь станет лучше Терпеливо Уговариваем Вопрос Микрофон дайте сюда У нас за душу населения Приходится 11 литров спирта После 7 начинается Вымирание нации Что будет дальше Это важный вопрос Вы же знаете У нас С одной стороны Идет какая-то борьба С наркоманией И все тюрьмы Забиты просто Молодыми дураками Которых посадили По 228 С другой стороны Один из самых опасных Наркотиков Который только есть Алкоголь Он просто продается везде Просто везде продается По самой низкой цене Есть замечательные расчеты Которые показали Какие продукты Стали дешевле По сравнению С советскими временами И вот там таблица показывает Что по сравнению С пересчетом зарплаты В советские времена Масло было дешевле А сейчас стало дороже Мясо стало дороже Макароны стало дороже И все остальное И один только продукт Стал дешевле и доступнее По сравнению с СССР Водка Но они реально спаивают Поселение Это никакая конспирология Потому что для этих людей На самом деле Это звучит чудовищно Выгодно Чтобы все мы померли Как можно быстрее Им выгодно Чтобы люди умирали 60 лет Потому что им не надо Платить пенсию тогда Для них идеальная страна Заключается в том Что есть нефтяная труба Есть какое-то количество людей Которые охраняют Нефтяную трубу И все Есть овшорный счет Куда попадают эти деньги А поэтому Приоритетом Государственной политики Конечно Должно Быть движение К снижению Алкоголизации И смертности от алкоголя Примеры такие есть Не нужно считать Что такие русские Только пьяницы Посмотрите на англичан Они на улице валяются На каждый национальный праздник Посмотрите на финнов В Питере Это же просто Вообще невообразимо Есть такие проблемы У многих народов И у нас она есть И есть конкретные программы Которым можно следовать И снизить алкоголизацию Ну значительным образом Не победить Но снизить можно Просто нужно опираться На передовой опыт Девушка поднимает руку Давайте сначала здесь Потом девушка Да У моей бабушки Пенсия 10 тысяч рублей Пять тысяч Она платит на ЖКХ На пять тысяч Прожить невозможно Вопрос Какая у вас будет Политика по отношению К пенсионерам? Он не рассказывал Сколько за ЖКХ Бабушка платит? Пять тысяч А сколько У вас Сколько за двухкомнатную квартиру В Омске За ЖКХ Нужно платить? Пять человек А растет или падает? Пять тысяч Неудивительно Ну я тоже получаю Я же у меня квартира В обычном панельном доме Я получаю такую же квитанцию Поэтому две здесь важные вещи Я с ЖКХ начну ЖКХ нужна демонополизация Ничего нет сложного В услугах ЖКХ Их во всем мире оказывают все Там нет Это не бином Ньютона Не теоретическая физика Не какая-то там Я не знаю Аэрокосмическая отрасль ЖКХ Услуги Могут оказывать Может оказывать Малый бизнес И мы демонополизируем Эту сферу И добьемся того Чтобы наконец-то Снижались цены ЖКХ Что касается пенсионеров Как я уже сказал Эта пенсия На нее прожить нельзя Я говорю это не для того Чтобы все пенсионеры сказали Навальный классный Он поднимет нам пенсию Ну то есть хорошо Если они так скажут Просто объективно В интересах страны Увеличить размер пенсии Для того чтобы люди могли Больше потреблять Потому что бабушка твоя Ваша Она не может купить лекарства Она не может купить нормальную еду Она не может купить одежду Поэтому мы заставим Госкорпорации сырьевые Платить нормальные дивиденды И платить нормальные налоги У нас есть расчет в нашей программе Который показывает Что этих денег Будет достаточно Для закрытия дыры В пенсионном фонде Будет достаточно для того Чтобы увеличить пенсию В два раза Это очень мало по прежнему Очень мало Но я не могу просто придумывать Цифру из головы И сказать в 10 раз Но в два раза мы можем повысить И по крайней мере Дать этим людям Хоть немного жизни Руслан Следующий вопрос Алексей Я задаю вопрос Как вы думаете Развивать экономику Которая у нас всего 2,5% на сегодня Поднятие Это смех Китай идет в 7% Что вы думаете В этом своем плане И второй вопрос Как поднять Уровень жизни Мы находимся На 131 месте По уровню жизни Это кошмар Правда? Мы рядом с Мозамбиком Что делать? Только вы ошибаетесь Вы слишком хвалите Мы не 2,5% Мировой экономики сейчас Мы 1,4% Мировой экономики Мы сжались куда-то Нас фактически Мы только надуваем щеки Но по сути Россия не присутствует Как экономическая часть Вот Правильный вопрос Потому что самое главное Что нужно для уровня жизни Это экономический рост Страна не растет Экономика не растет Последние 4 года И мы видим Что все загибается Мой план В этом смысле Такой реалистичный Который я до следующего дня Смогу реализовывать Это снижение регулирующих барьеров Попробуйте построить Завод Да не то что завод Склад попробуйте построить Есть такие Известный рейтинг Doing business Там много разных показателей И вот там есть Один из индикаторов Сколько нужно времени Чтобы получить разрешение Для строительства склада Например в Новой Зеландии Это 2 дня А в России Это 2 года Поэтому Здесь вообще В принципе Ничего не может развиваться Я к чертовой матери Отменю эти разрешения На 99% Они не нужны Мы дадим Бизнесу свободу И только таким образом Начнется развиваться Какая-то промышленность Мы прекратим Вкладывать В эти госкорпорации Огромные деньги И вложим их лучше В реальную промышленность Скажите пожалуйста Кто-нибудь у вас верит В компанию Роснано Нет Вы получили те классные Гибкие учебники Которые Чубайс обещал 10 лет назад Нет А убийцу айфона Который вам обещала Корпорация Ростехнологии Получили Нет А хоть что-то получили Да ничего не получили Сотни миллиардов Вложены Вот в эти дыры И просто растащены Поэтому Мы отменим регулирование Мы снизим уровень коррупции Для того чтобы эти деньги Могли быть вложены В реальную промышленность И они пойдут в реальную промышленность Плюс мы вернем деньги С офшорных счетов У нас 80% ВВП Лежит в офшорах По подсчетам Иностранных Экономистов Этих денег Достаточно Для того чтобы страна Начала развиваться И работать И она будет развиваться И работать Я не говорю про то Что завтра будут здесь Хрустальные мосты стоять Но по крайней мере Мы прекратим Погружаться в болото Вопрос Алексей добрый день У меня к вам простой вопрос Насчет единого государственного экзамена Что будет когда вы придете к власти Потому что Я будучи студентом Считаю что В принципе ЕГЭ довольно неэффективная система Она учит только решать тесты Поэтому Вот собственно такой вопрос Так ЕГЭ Наш вопрос Для многих втуальных здесь Да Ну давайте прикинем Вот прямо сейчас Вместе с вами прикинем Идея здравая Идея же заключалась в том Чтобы любой школьник В Омске В Питере Сделали в Москве Сдал ЕГЭ Единую систему И смог на равных условиях Поступить в лучшие вузы страны И никаких блатных нету Никаких взяток нету Все работает На практике В каком регионе Самые высокие баллы по ЕГЭ Чечня Чечня Дагестан Поэтому вопрос Эффективен ли ЕГЭ Он в России звучит Смешно Оно не может Работать Таким образом Либо везде Одинаково Либо Не работает вообще Потому что Вы все Будучи жителями Омска Заведомо Проиграли Свой ЕГЭ Жительным Дагестанином И это Объясненно Сливает Система Поэтому В целом Я не считаю Что это Плохая система Но в России Она конечно Не эффективна Сейчас Вопрос Вопрос здесь И здесь Вы говорите Алексей Алексей Другая сторона Алло Здравствуйте Здрасте Спасибо Что вы приехали К нам В Омск Вы знаете Я вот Даже в Москву Хотела Приехать Спасибо Что пришли Да Вот Скажите мне Если у нас В Омске Человек Хочет добиться Справедливости Что делают Наши Продажные суды Я не могу Как к вам Обратиться Помочь Защитить нас Пожилых людей От этих судов Мы пожилые люди Что может Отличный вопрос Как вас зовут Алексеевна Наталья Алексеевна Да Наталья Алексеевна Да Я Абсолютно На сто процентов С вами согласен Но Если вы хотите Найти Защиту от судебного Произвола Здесь Вы обратились Не к тому человеку У меня Мой брат сидит По политифицированному делу Два года В одиночке уже Меня сажали Я без конца Держу в спецприемниках Я ненавижу Этих судей Они абсолютно Продажные Они абсолютно Делают только То что Хочет власть Значит Я становлюсь Президентом И я перестаю Назначать Судей Я часто говорил Когда меня спрашивают Твои три первые дела Я говорю Первое Я освобождаю Полит заключенных Второе Я ввожу закон На борьбе с незаконным обогащением Третье Начинают Судебную реформу Президент Не должен Назначать Судей Исполнительные органы Власти Не должны Назначать Они не должны Подчиняться Губернаторам Они не должны Подчиняться Начальными Руководителям Судей Распределением Дел У нас есть Довольно четкая система Но вы абсолютно верны И правы Это важнейшая задача Потому что Невозможно У нашей власти Выиграть в суде Даже если вы на 100% Правы Верно Невозможно Вы даже там У ЖЭКа У ДЭЗа По вопросам ЖГХ Никогда не выиграете Потому что Наши суды Они считают Что они часть Правоохранительной системы Они действительно считают Что они стоят На страже Интересов Власти А нужно чтобы суды Стояли на страже Интересов Народа Суды должны Выполнять Функцию Достижения Справедливости Чтобы вы знали Ответ на вопрос Что нам делать Менять Власть Наталья Алексеевна Только так Сменим власть Будут честные суды Вопрос Уважаемый Алексей Когда вы Станете президентом России Будете ли вы Улучшать отношения С Западом С США И нужно ли это России Вопрос Про международную Политику Буду ли я Улучшать отношения С Западом С США И нужно ли это России России Выгодно Стать более богатой Правильно Цель В принципе Базовая цель Президентства Я считаю Любой власти Сделать людей Более богатыми Чтобы в следующем Году Установились Более богатыми Чем в предыдущем Значит Воевать Невыгодно Дружить И торговать Выгодно Поэтому я Прекращаю Любые войны И я начинаю Со всеми Дружить И торговать Важнейшая вещь По Международной Политике Я хотел бы Чтобы вы ее Как-то осознали Потому что Многие со мной Спорят Кто-то со мной Не согласен Но я очень Четко Хочу это Сказать В плане Международной Политики Взаимоотношения Со всеми Странами Алексей Навальный Становится Президентом И он Прекращает Прощать Долги Я прекращу Прощать Долги Этим Странам Я их всех Люблю Я обожаю Не знаю Я уважительно Отношусь Кубе Мозамбику Венесуэлы И Сирии Но я им говорю Ребята Мы не можем Простить вам Долги И мы не можем Вам дать денег Еще Я позавчера Читаю Новости О том Что Путин Заявляет Россия Вложит В газификацию Киргизии 100 миллиардов Рублей А у вас Здесь все хорошо С газификацией В целом По России 40 процентов Населенных Пунктов Не газифицировано И эти люди Каждый день Говорят Повредите газ Тяжело У кого здесь Есть дачи А у кого Есть газифицированные Дачи А сколько Нужно заплатить Чтобы подвезти Газ К даче Сколько 200 у вас 400 Врезаться Невозможно Подвезти Ничего Невозможно Сделать Они говорят 100 миллиардов Рублей На Киргизию Я люблю Киргизию Но я не могу Дать туда Ни копейки Я люблю Венесуэлу Но я не могу Дать туда денег Пока у нас Такие дороги Я не могу Сделать Ничего До тех пор Пока В крупнейшем городе Получают зарплату На уровне 22 тысячи рублей Мы не можем Себе этого позволить Правильно Поэтому с точки зрения Внешней политики Мы всех любим Никому ничего не даем И никому ничего не прощаем Вот и все По внешней политике Следующий вопрос Алексей Добрый вечер Короткий вопрос Повышение пенсии будет Пенсионного возраста Пенсионного возраста А зачем Вот они нам говорят Правительство Мы повысим Пенсионный возраст Зачем Много произносится Разных слов Много Приводится Различных формул Но давайте Себе честно признаем Вот честно Мы признаем Что пенсионный возраст Хотят повысить В первую очередь Для того Чтобы люди умирали До пенсии Чтобы просто Не платить пенсии Чтобы сократить Количество получающих Поэтому Я считаю Что сейчас Это просто Не актуально России Нужно повышать Производительность Труда Чтобы каждый человек Вырабатывал больше У нас Производительность Труда В строительстве В 10 раз меньше Чем в США В ЖКХ В 15 раз меньше Чем в Европе У нас люди 21 век До сих пор Таскают какой-то цемент На тележках На 15 этаж Вместо внедрения Механизмов Мы остались Там где-то Черт и где Поэтому Производительность Труда Повышать Да Но повышать Пенсионный возраст Сейчас Когда люди Мрут В 10 лет Но мы можем Повысить Давайте повысим И скажем человеку Значит работает До 70 Но у него 60 лет У него уже Инвалидность Он болеет Всеми болезнями Потому что мы Его лечить не можем Какой это будет Работник Поэтому я считаю Все тема С повышением Пенсионного возраста Абсолютно лживой И лицемерной Это не приоритет Для России сейчас Вопрос Вопрос Алексей Алексей Мы очень рады Что вы приехали Скажите пожалуйста Кадровые перестановки Как будут проходить Верхушка коррумпирована Верхушка коррумпирована Мне кричат А тут армия В том числе Вот да Мы знаем про Сердюкова Мы видим весь этот госзаказ Ну давайте Окей Спрашиваю вас Нужно ли менять верхушку Нужно ли привлекать К ответственности Верхушку Нужно ли сажать Верхушку Поэтому с верхушкой Мы делаем Следующую вещь Два фильтра Фильтр номер один Это 20-я статья Конвенции ООН По борьбе с коррупцией Если не можешь Объяснить Откуда у тебя Это имущество Если ты получал Миллион рублей А построил дачу За 30 миллионов рублей То мы тебя Этим фильтром Мы тебе уже Отправили под следствие Фильтр номер два Те люди Которые принимали Незаконные решения Которые Привлекали к ответственности Активистов Те суди Про которых Вот вы говорили Они нарушали Действующее законодательство И мы их По действующему законодательству Не нужно что придумать Даже лилстрация не нужна Привлекаем к ответственности Фильтр номер три Между прочим У нас есть Некоторые организации Часть верхушки Они вообще не нужны Вот я Могу встать За эту трюку Поднять руку И скажу Сказать Я разгоню К чертовой матери Роскомнадзор Он вообще не нужен Он вообще Не нужен Бессмысленное Сборище Жулья С огромными зарплатами С повышенными пенсиями Со служебными автомобилями И так далее Они вообще дармоеды Они только мешают нам Они делают нас беднее Они вредят людям Таких много Таких очень-очень много Мы их разгоним Они не будут вообще Никакой части верхушки Следующий вопрос Вопрос Услан Давайте с этой стороны Давайте оттуда А потом туда Вопрос Постоянно наших Избивается Николая И так далее Вот насчет Отрядов самообороны Чтобы нас гопники Тоже боялись Вот как вы относитесь Так Начался экстремизм Все-таки Ну вы знаете Да конечно Ну ничего смешного нет У начальника нашего штаба В Москве Два дня назад Подкараулили Ударили стальной трубой По голове Ну это показывает Какие Мерзавцы Но трусливые мерзавцы Жалкие Трусливые Мерзавцы Что они могут Противопоставить-то нам вообще Я приехал сюда Ну пришел бы у вас сюда Губернатор Назаров Я бы выпустил Он сказал Вышел бы сюда за сцену Сказал Могут это они сделать Не могут Не могут Кто из них участвовал в дебатах Вы хоть раз видели Путина на дебатах Нет А хотели бы увидеть Так вот он понимает Что вы хотели бы увидеть Но сказать-то ему нечего Поэтому их метод Это вот дать трубой по голове Поэтому Нужно понимать Это все грустные Печальные вещи Но главная причина этого Что они трусят И боятся Что касается Отрядов самообороны Они в этом случае Просто не помогут Мы не можем Окружить охранником каждого К счастью Такие инциденты Единичны Мы будем стоять За каждого человека Но создавать Какие-то военизированные группы Я думаю Сейчас Совершенно не Я вижу полицейский Мне ким А это С той стороны Вопрос Здравствуйте Я хотела спросить А можно будет Как-то уменьшить Оплату образования В институтах И сделать больше Бюджетных мест Вообще ее убрать Вообще ее убрать У меня простой подход Простой Элементарный Подход Я же понимаю Откуда Берутся Деньги В бюджете Они берутся От того Что люди платят Налоги Чем больше у них Образования Тем больше Они заплатят Налогов Это закон Это аксиома Государства Становятся богатыми Не из-за того Что у них Нефть или газ А из-за того Что у них Образованные люди С большой зарплатой Они платят Налоги И все в шоколаде Пока мы Говорим человеку Высшее образование Для тебя Недоступно Мы делаем Самих себя Бедными Нам сейчас Вложить Один рубль В образование Это значит Заработать Десять рублей Через десять лет Сто рублей Через десять лет Посмотрите На компании Типа Google Amazon И все остальные Это компании Созданные головами И мозгами Наш приоритет Будет Помогать людям Тащить их Уговаривать Быть более образованными Потому что Это нам Выгодно Вопрос Алексей Председатель Общества Инвалидов Факер Мы Были бюджетными Прибрежья Можно вернуть Нашим Обществом Инвалидов Но с ним Нас очень мало Бюджетное Финансирование Государства Вы сказали Обществом Обществ мало Инвалидов В России Огромное же количество Огромное количество И это на самом деле Гигантская проблема Просто мы ее Не видим Вот наверное Многие из вас Обращали внимание Находишься где-то В европейском городе И ты постоянно Видишь людей На инвалидных креслах Ты их встречаешь По улице Они сидят в кафе Они где-то перемещаются Они едут на работу С утра Но у них не ходят ноги Но у них работает голова А все с ними хорошо А в России Оказаться Например На четвертом этаже Пятиэтажного дома Инвалидом Колясочником Это все Смерть Ты всю жизнь Свою проживешь В этой комнате Потому что Никто не сможет Тебя тащить Без лифта И это Чудовищная проблема И еще раз Я считаю Я считаю Что государству Выгодно ее решать Потому что Инвалиды Это нормальные люди Им нужно давать Дистанционные рабочие места Эти пандусы Строить выгодно Выгодно построить Пандус в кафе Потому что Инвалид туда Прикатит На своей На своей коляске И что-то купит Он сможет нормально работать Он сможет социализироваться Это выгодно Есть опыт западных стран На этот счет Мы ему будем следовать Вопрос Алексей Анатольевич Спасибо, что приехали Вопрос от вашей сторонницы С 10-летним стажем Пристально, внимательно Слежу за вами Все 10 лет Так, хорошо Я работала в культуре И поэтому Вопрос о культуре Согласны ли вы С выражением Великого режиссера Сокурова Что культура Это не роскошь А основа Развития общества Спасибо большое Что следите за мной 10 лет Я надеюсь Вам не сильно надоело За все это время Я согласен С этим утверждением И его лучшим Подтверждением Является то Что происходит сейчас Посмотрите Кто возглавляет Министерство культуры Поэтому мы и погружаемся Черт и куда Посмотрите У нас сейчас Главный культурный спор Это Поклонская И Мединский И вот Это что ли Вообще Вопрос культуры в России Это какая-то странная вещь Вот С моей точки зрения Нужно Помочь Мединскому В борьбе с Поклонской А потом Уволить Мединского Они вообще Нам никто не нужны Люди Которые сейчас Руководят культурой Это странные Он плагиатор У него списана диссертация Как он может руководить Я безусловно Согласен с этим утверждением А нам выгодно Развать культуру Культура Делает Людей Богаче В том числе Она их делает Одухотворению У них изменяются Привычки потребления Изменяется культура В обществе Падает потребление Наркотиков Алкоголя И так далее Это та вещь В которую государство Должно вкладывать Потому что оно Ну Извините за банальную фразу Облагораживает общество А разве не это Задача государства Вопрос Алексей Здравствуйте Да Олег Это в Омске Это прямо сейчас Увы С какая имени Блинова Жириновский У Дудя сказал Что ему нравится Не-не-не Ребята Это Омск Это не Томск Это все в Омске Сейчас Ну вы проследите За Жириновским Купит он или нет Длины Лады Самое главное Будет ли он на ней ездить Ну смотрите У нас был В плане автомобилестроения Четкие Что-то там Стратегии государства Которые заключались в том Что нужно вводить пошлины Наверное все И нужно давать Без конца Котации Автономазу И остальные предприятия Сработало это или нет Оно не сработало Оно не работает Поэтому Моя стратегия будет другая Я буду развивать конкуренцию Торговые пошлины Не нужны Государство Не должно владеть это всем Все эти люди Из Ростеха Которые сидят Захватили все автозаводы Являются при этом Официальными миллионерами И миллиардерами Как Чемизов Или его семья Они занимаются Личным обогащением А не развитием Автомобилестроения Поэтому Развитие конкуренции Снижение торговых барьеров Это то что работает И мы увидели на практике Вопрос Алексей с этой стороны вопрос Другой край Здравствуйте Здравствуйте Алексей Анатольевич Меня зовут Вячеслав И меня волнует Вот такой вот вопрос Скажите пожалуйста Вот в случае Вашего Проигрыша На выборах В 2018 году Вы продолжите Свою деятельность И деятельность Вашей борьбы С коррупцией Ну и вообще Хотелось бы так Просто подытожить Прежде чем Вот то есть Ну заявлять Такие выражения Не могли бы То есть Дать какие-то гарантии Что вот Будет Если осуществится так Что вы будете президентом Что все будет так Как вы говорите А не так как прибудет Спасибо большое Отличный вопрос Наверное подходит Для того Чтобы завершать Немножку нашу встречу Потому что полиция Скоро будет ругаться Что мы Перебрали времени Значит Ну здесь фактически Два вопроса Первое Если я проиграю В 2018 году Ну теоретически Такое возможно Теоретически Мы отказываемся В это верить Но я Нормальный человек Я понимаю Что кандидаты Выигрывают и проигрывают Это политическая борьба Можно выиграть Первый срок Проиграть второй срок Только скажите мне Тогда вы Пожалуйста Если я проиграю В 2018 году Или если вы Меня не пустят На выборы Коррупции в России Станет больше или меньше Больше Несправедливости Станет больше или меньше Больше Нужна будет Моя работа Или нет Нужен будет Фонд борьбы с коррупцией Да Когда я Проиграю Или меня не допустят Приеду сюда В Омск Вы придете Или я буду стоять Здесь один Раз вы придете Раз вы считаете Мою работу Востребованной Я буду ее делать До тех пор Пока я могу Ее делать До тех пор Пока у меня Есть ваша поддержка Самая главная Много Всяких есть версий Почему Мы делаем То Почему мы делаем Все А ответ Очень простой Потому что Есть поддержка Фонд борьбы с коррупцией Давит У меня Наверное уже нет Ни одного сотрудника У которого не было бы Опытка дома Или изъятия компьютеров И телефонов Но все равно Все работают Потому что Есть поддержка Потому что Мы понимаем Что мы нужны людям И я хочу Стать таким Президентом Который Нужен людям Я хочу Стать честным Президентом Должен же в России Рано или поздно Оказаться честный Президент Я хочу Таким Стать Я прошу вас Мне поверить И я прошу вас Не только мне поверить Но и поддержать Мою программу Которая заключается в том Что если я Перестал быть честным Президентом Власть портит людей Я знаю про себя Все Я уверен в себе Но мало ли что Случилось Власть портит людей По моей программе Плохому президенту Будет объявлен импичмент Против плохого президента Вы совсем легально Проведете Огромные митинги С огромными Транспарантами Долой Навального Кто угодно Будет выпускать фильмы Он вам не Леша И эти фильмы Не будет блокировать Или Шарусманов Или кто-нибудь другой Я хочу Чтобы вы поддержали Меня сейчас Поверили в меня сейчас Но контролировали меня Когда я приду К власти В этом заключается Наше партнерство Не в том Чтобы сделать Навального президентом А сделать Россию Нормальной Богатой Процветающей страной Мы добьемся этого? Я верю в это Спасибо вам огромное Ребята Что вы пришли сюда Спасибо большое За ваше доверие Я обещаю Что я вас не подведу Спасибо большое Буду еще приезжать К вам не раз Спасибо Мы лучшие Не надо Пытаться Покинуть Омск Все будут Приезжать сюда Спасибо Ой, слушайте Извините Пока я еще на сцене Можно просьбу Пожалуйста Ко мне Часто с такой просьбой Возвращаются Можно я вас сейчас спрошу А можно селфи Пожалуйста Сейчас я сфотографируюсь Спасибо До следующей речи, ребят Пока Ну вот Ребят Все и закончилось А где у нас там дальше Вроде персунка должна быть Нет? Да Сейчас где-то А где? Сейчас будет пресс-подход То есть Сейчас По идее Должна быть пресс-конференция Попробуем на нее попасть Вот он Собственно говоря Есть вопрос Спасибо 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 Так, ребята, ну что, попробуем поймать Навального, чтобы что-нибудь спросить или нет? Ага, давайте попробуем поймать Так, ребят, подходил к имердинеру, он что сказал? Будет пресс-подход? Да Сейчас будет пресс-подход, сейчас пройдет это... Сейчас я, наверное, переключу Вот, собственно, сейчас тогда пройдет Навальный по кругу со всеми поздоровается, всем скажет привет-привет И после этого будет пресс-подход На нем мы, наверное, зададем какие-то свои вопросы Так что вот как-то так Потихонечку люди уже начинают расходиться Потому что очень долго стояли На рамке сюда входили Ну а, как бы, естественно, чтобы выйти отсюда, ну, нужно чуть меньше времени Вот, так Ладно, я тогда, наверное, пока пресс-подход не начался Пойду прогуляюсь Я еще вернусь Так, собственно, мы сейчас видим разошедшуюся толпу, которая расходится Люди какие-то Так, слушайте, ну, а вот вся эта площадь была забита людьми Собственно, как и та сейчас все это расходится Ага, вот, а это у нас Дима Петренко, коммунист Коммунист такую от Навального, или скажи, зачем здесь? Посмотрите ему в глаза, узнать, что он за человек, внимательно послушать Он же там Он уже закончил наступать Не, ну, в смысле, он сейчас там с людьми общается А вот с той стороны Вот, это был... Это был, кстати, интересный товарищ Дима Петренко Человек, который у себя на округе Баллотируясь от КПРФ в горсовет Дернул просто, как стоячего единоросса на 10% Прямо его там и деньги, идиная Россия не помогли Ничего не помогло Он своими ножками просто истоптал весь округ И сейчас депутат горсовета Что он здесь делает, я, честно говоря, понимаю мало Ну вот, наверное, пришел вместе с народом потусить А так, да, так народу здесь много Народ всякий разный Тут вроде и полпредпрезидента был замечен Очень много людей в штатском, прям в штатском навалом народу Был развод Наверное, где-то по окраине сейчас нот бастует Потому что мы видели, они там организовывались, собирались Что-то делали Ну, вот как бы все в этих рамках Сейчас подходим тут Собственно говоря, за Навальным такое пятно передвигается И вон он, собственно, люди сзади меня, они сейчас передвигаются вместе за ним То есть, похоже, Алексей Вентарем просто не сможет уйти отсюда Но дальше как бы официальное мероприятие окончено И поэтому, ну, там уже можно передвигаться Но, по сути, там полиция и город Они отвели достаточно малое количество времени на проведение этого мероприятия И поэтому, ну, получается, что вот как-то так Позже начали И, ну, получается, пришлось вот еще и сократиться в результатах Что-то люди куда-то бегут Что-то там Что-то там творится А, нет, все еще ходит, обнимается Я уже испугался Думал, там какой-то дверняк левой начался Но вроде все хорошо Так, это у нас полковник полиции сзади меня идет Ну, и не один, судя по всему Судя, потому что на слова полковник полиции На меня сразу три человека обернулось Наверное, их тут все-таки не один Вот На удивление, в этом году там, собственно, в этот митинг прошел без каких-либо провокаторов Без каких-либо там, ну, там, как-то непонятной движухи Я заявился, честно говоря, поздненько Но мне дали вот такой вот бейджик типа пресса Хотя, ну, строго говоря, какая из меня пресса Я сам себе блогер Но не важно Сейчас возвращаюсь на исходную позицию Сейчас будет пресс-подход, ребят, извиняюсь Вот так Раз, раз, раз Ребят, все вы знаете, что я обожаю делать селфи Я с удовольствием Смотрите, просьба какая Во-первых, не надавливайте на барьер, потому что я никуда не убегаю Просто каждый подготовит телефон, обернет его в обратную сторону Я буду идти медленно, заглядывать в вашу камеру и радостно улыбаться Попробуем сделать так, хорошо? Только, единственное, не просите меня расписываться, это будет очень долго Я бы с удовольствием, но просто тогда мы до ночи ничего не сделаем А у нас еще самолет, хорошо? Поэтому, честно, буду ходить, пока вы не нафотографируетесь Попробуем это сделать Давайте я вот с той стороны начну и попробую сделать, окей? Спасибо большое Так, ну, собственно говоря, пошло селфи Леонид, здравствуйте Я тут, как всегда, делаю вам стримы Сегодня у вас тысяча человек в онлайне Здорово, как Сейчас еще и пресс-подход обещает Это Леонид Волков, мы в прошлый раз общались Собственно, начальник избирательного штаба Алексея Навального А это самые грустные журналисты, которые сидят и ждут всех в остатке Такие милые, их заставляют, но они стоят, ждут воскресенье на работе Все прячутся, ну ладно В общем Так, сейчас будет Ну, строго говоря, сейчас будет пресс-подход Где-то сзади, сзади за мной Алексей, как выразился, медленно идет И дает, так сказать, время сделать селфи со всеми Судя потому, что надо быть ему лицом к ограждению А селфи делает, а передвигаться богом, наверное, двигается он каким-то таким маленьким крабиком Но да бог с ним Сейчас мы, наверное, дождемся Дождемся, ребят, да? Не-не-не, стартелек у меня нет Я покушал Да-да, дождемся, дождемся Ну что, ребят, пока ждем, могу там на какие-то вопросы поотвечать Зеленки тоже нет Да и вообще пустой, ребят Ни зеленки, ни сарделек, ничего Про экологию, конечно, спрошу Но экология такая же тяжелая техника Тяжелая тема То есть я сам строго снимаю фильм про омскую экологию И как потом выяснилось, он строго в навальновских тонах То есть у меня есть съемки с квадрокоптера Есть еще что-то Через некоторое время, наверное, буду делать и запускать в соцсети Думаю назвать его «Дыши Омск» Очень много интересного И, по-моему, я нашел несколько возможных мест, откуда мог быть сетилмеркафтан Я утверждать ничего не стану, но я... Возможно, это... Дорогие друзья, не напирайте, пожалуйста, на фан-барьеры Они могут упасть, и вы поранитесь Пожалуйста, отойдите чуть-чуть Алексей с вами обязательно сфотографируется Вот О, а мы сейчас попробуем с Леонидом Волковым пообщаться Леонид, а мы сможем с вами пообщаться? Давайте Собственно... Пожалуйста, чуть-чуть фан-барьеры упадут Это Леонид Волков, давайте я встану, чтобы свет на него падал Это, собственно говоря, руководитель избирательного штаба Алексея Навального Вы пока пишите свои вопросы, а я как бы вот пару своих задам Раз, 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 раз Разве похоже, что я убегаю? Раз я убегаю, вам же тяжело самим, я вижу Вы давайте сделайте один шаг от барьера Я сейчас... Вам надо... Вы меня будете прогонять сейчас И говорите, хватит с нами фотографироваться Я никуда не тороплюсь, поэтому... Куда дальше? Следующее турне у нас в Новосибирск, Хабаровск, Владивосток А, в Новосибирске завтра? Нет, в пятницу В пятницу Ну, то есть мы ездим в пятницу, в субботу, в воскресенье Слушай, но... За неделю мы работаем Был в Омске в прошлый раз... Вот, был в Омске в прошлый раз как? Ну, в прошлый раз в Омске была встреча с волонтерами Такое бы организационное собрание А в этот раз уже встреча со всеми желающими, да И сторонниками, и сомневающимися Ну, мы расстоим ее как очень успешно Я думаю, что по Омскам меркам, это, наверное, один из самых больших Это не самый большой политический мяч На самом деле, самый большой Да Вот А по личным ощущениям, как мячи изменились? Всяко же общались с мячами там Помимо того, что с волонтерами общались? Они были прекрасны и остались прекрасны Честно говоря, мы были здесь ровно три месяца назад Это было 17 июня, кажется Или 18 июня Да, да, да Вот, ну, как бы, за эти три месяца ничуть не стали хуже Только их мало гораздо больше, это очень важно Понятно Здесь, в Толпе, ходит несколько интересных людей Здесь Лицкевич был Здесь же ходит новоизбранный депутат Берсовета от КПРФ И, ну, строго говоря, у вас такой митинг космополитический получается Что сами думаете по поводу всех этих людей? Я это видел в Екатеринбурге Я не знаком с омскими, там, региональными политическими элитами Это не элита, это просто музыка Ну, как бы, там, с местными политическими деятелями В Екатеринбурге я видел там депутата Госдумы одного И региональных, и городских То есть понятно, что на местном уровне люди присматриваются Пытаются для себя боять, там, насколько большие обороты набирают это движение Ну, в том числе, для того, чтобы этот случай, может быть, перебитутся Это естественный процесс Ну, понятно Как сами думаете Вот, предположим, приходит 18-го, ну, 19-го марта Алексей Кладин Насколько сильно он будет чистить действующие ряды? Очень сильно Очень сильно То есть это будет, там, перевыбор или это что будет? Ну, Госдуму мы, конечно, перейдем А если говорить про, там, каких-то министров, экономиков То есть деятельность большинства этих предстоит расследовать Будут ли какие-то сток-листы для партий? Для каких-то? Нет, никаких не будет То есть, Единой России позволите еще раз идти избираться? Мы позволим людям сформировать новую политическую партию И, там, функционеры Единой России реализуют иллюстрации, конечно же За, там, совершенные деяния Но никто не мешает создать новую партию, там, которая будет говорить Как по Липутине было хорошо И, как показывает опыт восточно-эропейских стран Такие партии довольно много набирают Как КПРФ сейчас, которые при Сталине Витя будут говорить, да Спросов такие политические силы всегда будет И они будут что-то набирать Ну и что? Квадрокоптер сегодня ваш летал? Нет, нет, не наш Вот, ладно Павел Павел Это все происходит в Омске Вот, так-то так Скажите, Леонид, а можно мне тут... Так, меня тут немножко... Сейчас, подождите Можно мне поснимать там, а? Я же не опасный Я же не опасный, можно меня? Стоить очень неудобно Так, а вы пусть... Привет, привет, я здесь Не хотим на ручь стоять Можно? Спасибо Спасибо Нет, пройти нельзя Так я... Это не для вас Не пускайте меня, да? Что я здесь сделаю Вот так вот Что-то как-то у них какие-то корректировки Стенку они между нами и Навальному Но к Навальному, так сказать, пройти не дают Сейчас попробуем подлиже поснимать Алексей, включайтесь все Алексей, сегодня в онлайне вас смотрело больше тысячи человек Десла рассмотрят, скажите пару слов Передаю всем привет, кто смотрел в онлайне Вот так вот Меня снова сдвинули Все это мероприятие Некоторым образом напоминает мне автопаде Ну да, но говорящие прессы на нем Да, говорят, пишите, что они... Да, и вы, по-человекам Они идти панографы, знаете, по-вот Как-то было У нас... Тут, знаете, Навального еще... Сейчас... Сейчас... Тут потихонечку уже все собираются Собственно, Навальному осталось пройти вот по кругу Наверное, сделать ссылки со всеми Закругляться Так... Собственно... Ой... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй Ой-ёй-ёй-ёй Спроси про религию, доказательства существования Бога Ребят, ну да, наверное, уже на сегодня все Огромное спасибо тем, кто смотрел Если будет централизованный пресс-подход, я еще задам несколько вопросов То есть, ну, как бы, зачем нам смотреть, как человек все вовсе делает Вот Ребят, всем пока Я Орис Брут Это была трансляция в группе Ons Clive Все самое лучшее для вас Все лучшие мероприятия, все лучшие события Пока-пока